Продолжение следует... У нас еще впереди хорошее обсуждение с ритейлерами. Всего, что мы сейчас там пообсуждали. Так что это не последнее выступление. У нас впереди еще много спикеров. Для начала предлагаю познакомиться. Хотел уточнить, кто сидит в зале. Я так понимаю, вы все поставщики. Правильно? Поднимите руки, если да. Поднимем руки, кто производители и поставщики. Да, круто. Мы в первую очередь приглашали именно вас. Такой еще вопрос. Кто является федеральным поставщиком, поставляет федеральные сети на всю Россию? Тоже есть. Супер. Соответственно, для всех это будет полезно. Я думаю, интересно. Расскажу про себя. Я последние 15 лет работал тоже в производителе и поставщике. Это три крупнейших, наверное, производителя в России. Это Борилла, это Хенкель и это фармкомпания Глакс Митклейн. Я прошел путь от торгового представителя до руководителя отдела продаж. Работал с региональными сетями, с федеральными сетями. Поэтому полгода только ушел из этой среды. Поэтому понимаю ваши боли, беспокойства и так далее. Пойдемте дальше. Супер. Здесь такая фраза. Прогнозировать среднеэкономические показатели все равно, что уверять неумеющего плава человека, что он спокойно перейдет реку вброд, потому что ее средняя глубина не больше 4 футов. О чем фраза? О том, что если вы прицениваетесь в среднем по больнице, при входе в торговую сеть, при планировании промо, прошлое промо отработало в среднем на таких показателях, это нельзя просто делать, потому что цена ошибки просто грандиозная. Процесс сбора и аналитика данных. Расскажу о том, с чем мы работаем и как мы собираем данные. Первое. Какие данные у нас есть? Я говорю о данных продажи категории. То есть не конкретно производителя какого-то, а в целом категорию. И мы всегда смотрим на категорию, потому что сеть всегда категория… Но закупщик, он всегда думает про свою категорию. Как раньше говорили, чтобы что-то убрать оттуда, чтобы что-то поставить, нужно убрать. Данные продаж. Сетевая розница, традиционная розница, онлайн ритейл и маркетплейсы. Откуда мы собираем данные? На самом деле это множество источников. Что-то нам дают сети, что-то мы закупаем у операторов фискальных данных, кэшбэк-сервисы. Плюс у нас есть огромная полевая команда, которая помогает собирать данные из полей. Все эти данные – это данные продаж, и они совершенно разного вида. Нужно расшифровать, потому что каждая сеть пишет по-своему название из каю. Каждая торговая точка в традиционной рознице – это вообще можно сократить до трех букв, ты никогда не поймешь, что за товар. Поэтому мы занимаемся дешифровкой, унифицируем все отчеты. Потом разбиваем, сегментируем, чтобы вы могли смотреть производитель, бренд, весовку, куча других показателей разных. И интерпретируем эти данных, отображаем их. Можем отдавать в Excel и в Кубе, можем в Power BI, уже готовые отчеты, в которых вы в принципе будете видеть инсайты для работы с сетями, что нужно сделать, куда пойти, в какую цену поставить продукт и так далее. Аналитика данных, для кого она нужна? В производителе она нужна на самом деле каждому отделу. И лучше бы, чтобы она была единой. Потому что зачастую отдел трейд-маркетинга, маркетинга может смотреть на одни данные. Продажники могут смотреть, у кого-то есть, допустим, автейки из пятерки, он смотрит и анализирует на основании автейков. Кто-то смотрит на основании отгрузок, кто-то смотрит на основании данных дистрибьюторов. Так тоже можно делать, но всем отделам нужно единое пространство, где будут одни данные, чтобы строить правильное планирование и так далее. И отвечать на множество вопросов, которые здесь написаны. Те метрики, которые можно… Это не расчетные метрики, которые можно увидеть из данных. Это и цены товара, и прирост, и бренда, и скаю, рубли, объем упаковки и так далее. Но это обычные метрики. Мы дальше уходим глубже, смотрим, не знаю, нумерическую дистрибьюцию, взвешенную дистрибьюцию, средние цены, промо-цены, оплевты, которые дает промо, каннабилизацию, которую пришел конкурент, зашел на полку, смотрим, как вас съели. Либо вы сделали промо, съели свой же товар. Все эти метрики можно смотреть, анализировать и делать какие-то выводы. И дальше я расскажу прямо про продукты, как можно использовать данные, какие вещи находить в них и какую пользу это может вам принести. Первое – это факторный анализ. По сути, мы загружаем данные два года назад, два, три, четыре, сколько у вас есть, и смотрим, что происходило с вами, что происходило с категорией, начиная с сетей. Смотрим, вот у нас есть 10 сетей. Смотрим, что первая сеть выросла больше всего. Погружаемся в нее, смотрим дальше. Тут есть некоторые категории, допустим, опять выбираем мы категорию номер один. Вот этот отчет, он делается в системе Power BI, где вы можете прям тыкать вот в эти циферки. Рассчитывается это автоматически, система это не делает человек, это компьютерный алгоритм, который знает, как это все сделать. И дальше вы просто уже смотрите результаты. И проходим в категорию, проходим в бренд, в SKU конкретное, и программа вам выдает причины вашего роста или падения. То есть вы понимаете, что вы делали год, что вы делали хорошо. Например, здесь мы видим прайс промо, да, оно дало минус 7 миллионов. Что это значит? Это значит, где-то вы перегнули со скидкой, и в принципе продажи в промо не были настолько эффективны, как глубоко вы дали скидку. Не надо было давать, наверное, так глубоко скидку, как один из инсайтов. И вы понимаете, что вы делали правильно, что вы делали неправильно. Исходя из этого, можно построить планирование на следующий год. Куда идти, с чем идти, как. Дальше. Еще одна сфера, где можно использовать данные о продажах. Это мерчендайзинг. Достаточно много я работал с этой сферой. Я помню, сколько мучений доставляло, когда ты пытаешься простроить адресную программу. Куда пойти мерчу, что выкладывать, насколько это эффективно или нет. Учебник по мерчендайзингу говорит, что мерчендайзинг приносит 17% прироста продаж. Как это посчитать, мало кто знает. На самом деле. И можно ли вообще это посчитать. О чем история здесь? Мы применяем инновационные решения. Так как у нас есть продажи категории, что мы можем сделать? Мы можем сегментировать всю адреску, все федеральные сети, региональные сети по таким сегментам. То есть мы смотрим размер категории и долю поставщика. О чем я говорю? Допустим, вы смотрите на свои продажи, и у вас один магазин продает 10 тысяч, другой магазин продает 20 тысяч рублей вашей продукции. Вы такие, окей, хорошо, я пойду в тот магазин, который продает 20 тысяч рублей, потому что он больше. Но если мы уйдем в категорию и посмотрим, тот магазин, где вы продаетесь на 20 тысяч, он может продавать в категории на миллион рублей, а тот магазин, который вы продаете с 10 тысяч, он продает в категории 100 тысяч рублей. По каким-то причинам вы там супер хорошо продаетесь, но у вас нет потенциала вырасти там и достать продажи. Если занять такую же долю во втором магазине, то вы будете продаваться там на 200 тысяч. И это то, что может улучшить мерч, который придет и выявит причины, почему вы там плохо продаетесь, ну и исправить ситуацию. Соответственно, мы сегментируем таким образом магазины, находим наиболее потенциальные для вас магазины, где вы можете достать наибольшие продажи для себя, где ваш продукт может занять свою нишу, долю. И дальше берем, опять, не во всех точках мерчендайзер может что-то делать. По московским магазинам, если говорить, взять азбуку вкуса, кроме того, чтобы прийти и сфотографировать полку, мерчендайзер больше не может ничего. Если он придет в Ашан, помимо того, что он может выполнять контрактные договоренности, он может прийти и договориться с руководителем отдела, Мария Ивановна, все будет хорошо, давайте сделаем заказ и поставим палету в центральном проходе. Это большое влияние мерча, и, соответственно, мы сдаем коэффициент влияния. Дальше коэффициент накладывается на тот потенциал, который мы нашли в ваших магазинах, в вашем продукте по данному магазину, и просто туда посылаем армию мерчендайзеров, которые должны уже принести видимый реальный результат. И опять это не делается вручную, это делается все автоматизировано на основании данных продаж сетей категорий. Еще один очень интересный продукт, и, наверное, один из самых интересных. То, куда вы, скорее всего, вкладываете больше всего денег на данный момент. Потому что промо-давление на рынке в некоторых категориях 90%, 80%, скидки. Если 10 лет назад, я помню, мы дрались за скидку 15% дать скидку в X5 или в магнит, это, о, вы что, это жуть, сейчас 30, 40, 45, для многих стало нормой. И промо-давление под 90% – это норма. Что мы делаем с промо? Есть такой продукт, как промо-симулятор, куда вы опять загружаете недельные данные 2 года назад, и он анализирует, определяет 4 параметра. Это глубина скидки, которую вы дали, промо-цена на полке, длина промо и период промо. Про несколько более подробно. Есть такое, можно сказать, заблуждение, может быть, не заблуждение. Обычно в сеть приходишь, если у тебя товар рублей 150, сеть говорит, ставим в 99, зуб даю, полетит, прям будет прирост продаж какой-то безумный. Это реальный кейс с одним крупным производителем по молочке. Это масло сливочное. И вот здесь стандартная цена примерно 140-150 рублей. Мы анализировали 2 года продаж и смотрели, когда продукт падал в категорию 119 рублей, от 109 до 119. А плит составлял примерно 80% был прирост. При этом, когда мы опускались со 119 до 109, разница всего была в 12%. То есть она практически ничтожна. При этом ты должен дать доп. скидку 15%, 15% пунктов, что сжирает просто, когда ты продаешь 100 тысяч штук товара, просто огромные деньги. И обнаружили этот факт. С этим фактом поставщик пришел в сеть, показал эту аналитику. Говорит, ребят, давайте, как пример, 10 рублей вам, 10 рублей нам. Потом мы их реинвестируем во что-то другое. Не знаю, стойки поставим, что-то еще сделаем, продукт, рекламу на телевизии запустим, что угодно. Но вы можете сэкономить эти деньги и реинвестировать их более правильно. И вот эти вещи найти очень сложно, на самом деле, но важно. Оптимальный период промо тоже важный такой фактор. Очень многие не любят промотироваться в начале года, во время праздников, потому что перед Новым годом все закупились, трафик маленький, продажи будут небольшие. Но тут вопрос, какая цель перед вами стоит. Цель может стоять, подрастить свою долю в сети, чтобы на будущее показать, что у меня доля большая, я расту, давай-ка меня расширять. И это классный период для этого, потому что никто не будет промотироваться, вы будете единственные, кто стоять в промо, с промо ценой. Потребитель любит промо цену, он заходит, да, инкрементальный объем, который вы продадите, будет не такой большой, но долю, которую вы займете, будет больше. И пример, допустим, гендерных праздников, когда промотируются все. Куча людей идет в магазины, все стоят в промо. Да, у вас прирост будет большой в рублях, но при этом доля ваша, скорее всего, не изменится. Вопрос, какие цели вы ставите, что вы хотите достигнуть. И, в общем, анализируя все вот эти вот факторы в промо, опять, это все на реальном кейсе про масло, я рассказываю. Мы нашли кучу потенциала. Потенциал за год составил порядка 500 миллионов рублей. Поставщик это применил, это сработало на 90% примерно. Сейчас постоянно мы занимаемся этим анализом и помогаем ему. И последнее, да, что, наверное, тоже одно из самых интересных. Планирование производства. Такой вопрос, кто занимался у вас планированием производства, спроса, логистики? Три человека. Окей. Обычно… Есть куда расти, да? Да, когда я работал в МСЖ-рынке, ты, когда кей-аккаунт-менеджер, ты отвечаешь там за сеть, ты обязательно должен подать прогноз, особенно промо-прогноз, потому что там продаешь ты 50 тысяч штук, встал на кассира в пятерку, продал миллион, производство просто так не справится никогда. Важно точно подать количество, важно точно подать период, когда будет отгрузка. Запланируете вы это на октябрь или на ноябрь, на какую неделю и, может быть, на какой день. Чтобы все это делать, нужно объединить систему, нужно вот единые данные, это автейки, это ваши отгрузочные данные, это данные отгрузки дистрибьютора в одну систему. И все финансовые показатели вы тоже туда подцепляете. Контракты, скидки и скидки. Какие вообще проблемы бывают при прогнозировании, при планировании? Во-первых, у каждого департамента свой план. У кого-то он в рублях, у кого-то он в тоннах. Да, я заканчиваю уже. Долгий и сложный процесс, потому что задействовано очень много людей, каждый как-то участвует, руками планирует это, есть возможность манипулировать цифрами в своих интересах. И из-за этого происходит низкая точность. Что нужно сделать, чтобы этого не было? Нужно залить определенные данные, финансовые, продажные, по спросу, данные по категории. Все это поместить в одну платформу. И вы получаете на выходе точный план, который строится полностью на компанию. Это P&L-план, это полностью финансовые показатели, которые запланировались. И это то, чем не может сманипулировать продажник, допустим, сказав, что у меня промо будет миллион штук, а мы смотрим, как в прошлом произошло. Это было всего 400-300 тысяч штук. Как работает эта система? По сути, продажники просто прогнозируют свой промо-план, говорят, в этот период такая скидка, система на основании всех данных, которые мы загрузили, выдает вам промо-объем, выдает вам бейзлайн-объем, и, собственно говоря, вы получаете результат, и вы видите вплоть до прибыли все показатели ваши на год вперед, просто корректируя ваш промо-план, потому что система знает, как он работает, какие отгрузки должны быть. Ну и резюме, да, мы работаем порядка 100 поставщиков, у нас есть 100 производителей, с которыми мы работаем по данным, и на самом деле, наверное, процентов 20 из них только заходят глубоко, ныряют в эти данные, анализируют их и используют их, просто потому что нет аналитических отделов, это долго, сложно, не готовы в это инвестировать. И если вы туда пойдете и будете копать глубже, стоимость этих данных, стоимость аналитики, она окупится в разы просто, потому что на 5% скорректировать прибыль по X5 окупит вам все, что угодно. Ну и последнее, прежде чем спорить, давайте считать, всегда нужно основываться на цифрах, на аналитике, аргументировать что-то, особенно для сетей, для закупщиков. Евгений Акентев, компания «Раградус», мы занимаемся на самом деле, агентство 360, делаем мерч, данные, если интересно что-то, обращайтесь. Ну, у нас сегодня еще будет возможность встретиться с коллегами на сетей сессии. Окей, спасибо. Продолжение следует...